Кремль в который раз решил попытаться заставить Запад отступить под угрозой массового голода в ряде стран. Москва требует учитывать интересы российских производителей продовольствия и удобрений, хотя они и так не были прямыми целями западных санкций. По словам Лаврова, ограничения в области платежей и логистики создают проблемы для поставок. Говоря простым языком, снимите с нас санкции и люди не будут голодать. Таким грубым нежеланием сотрудничать возмущены в США. Я сказал Лаврову тоже, что и многие министры иностранных дел G20. Положите конец этой агрессивной войне. Займитесь осмысленной дипломатией, которая может привести к справедливому и прочному миру. Президент Путин, однако, не продемонстрировал никакого интереса к участию, заявив, что нечего даже говорить об этом, пока Украина не примет, я цитирую, новые территориальные реалии. Черноморская зерновая инициатива позволила снизить цены на продовольствие в ряде регионов мира на 18%. По словам координатора системы ООН в Украине, Организация Объединенных Наций добивается продления сделки. Ведь с июля по ней поставили более 22 миллионов тонн продовольствия. Вопреки войне, Киев спасает от голода миллионы человек. Тем временем, Москва, по словам экспертов, пытается через продовольственный кризис расширить влияние в Африке. Мне кажется, что причины такого замедления работы очевидны. Это то, что Украина, как один из главных экспортеров зернов для стран Африки и Азии, начала усиливать там свое влияние. И было реализовано множество инициатив. Поэтому это желание, с одной стороны, ослабить украинское влияние на азиатские и африканские регионы мира. С другой стороны, это такая отчаянная попытка России как-то повлиять на позицию Запада. Украина, в свою очередь, хочет пролонгировать сделку сразу на длительный срок и включить в нее также порт Николаева. Если же Россия откажется подписывать договор, она может попытаться возобновить удары по портам и судам. Но и здесь есть нюанс, утверждают эксперты. Во-первых, Россия уже обстреливала порт Одессы в первый же день зерновой сделки. А во-вторых, Москва уже выходила из соглашения на два дня. Без России зерновой коридор работал лучше, чем с Россией. Я недавно проверял количество инспекций суден, которые проходили с участием российской стороны. Мне кажется, что это в среднем инспектировалось около 8 суден в день. В те два дня, когда Россия заявила, что она выходит из этого соглашения, первый день было проинспектировано, если я память не изменяю, 35 суден, во второй больше 40. Зерновая инициатива действует до 18 марта. В ближайшие две недели стороны будут пытаться убедить Москву продлить сделку. Данила Кобза для телеканала Freedom.